Воздух Семен Данилов Здравствуйте, дорогие телезрители! Кино-летопись Якутии выходит в эфир из галереи народного художника СССР, академика Академии художеств СССР, всемирно известного деятеля культуры и искусства Афанасия Николаевича Осипова. И разговаривать сегодня о таком великом человеке мы будем с народным поэтом Якутии Натальей Ивановной Харлампьевичем. Большой поэт вспоминает о большом художнике. Вы знакомы были очень много лет. Вот о чем вы говорили, когда встречались с Афанасией Николаевичем? Наше знакомство началось с того, что мы поехали в совместную поездку на его родину, в Горный Улуз. И вот с тех пор мы с ним стали как-то дружить. И его отношение ко мне было особым, потому что он вырос в одном Аласии с братьями Даниловыми, Семеном Петровичем и Сафроном Петровичем. Почитал их за старших братьев, во всем брал с них пример в детстве. Они его наставляли на учебу, вот когда он поехал в Москву. И по жизни они ему много советовали, помогали. Короче, он всегда принимал их за старших братьев. А у Семена Петровича ко мне было особое отношение. Он вообще опекал всех молодых тогдашних людей, которые входили в литературу. А ко мне относился особенно, потому что где-то совпадала тональность нашей поэзии, видение мира. У него есть стихотворение, посвященное мне. И, видимо, вот это отношение Даниловых он каким-то образом, Афанасий Николаевич, воспринимал. И тоже принимал меня практически как они, как сестру. Ну, как принято у якутов патриархальной такой семье. Я с подчитанием, но без особого понебратства, как говорится, относилась к нему. И в основном наши разговоры были, конечно, о литературе, о художнике, который должен изображать жизнь. Он часто рассказывал свои случаи, которые с ним происходили в его жизни. Рассказчик он был прекрасный. Афанасий Николаевич Осипов, член-корреспондент Академии художеств СССР, народный художник Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Якутской АССР. Сегодня это имя известно далеко за пределами нашей страны. Истоки творческой судьбы художника Осипова берут начало от судьбы народной. И поэтому присвоено ему высокое звание народной. Творческий путь Осипова-художника начался рано. Образование он получил в Московском художественном институте имени Сурикова, глубоко усвоив традиции русского классического наследия, лучшие образцы современной якутской живописи. Персональные выставки Осипова экспонировались в Братиславии, Праге, в Монгольской Народной Республике. Сегодня она открывается в столице Якутии. Сила искусства Афанасия Николаевича Осипова в том, что оно понятно и близко каждому, что оно национально по характеру и интернационально по духу, свидетельствует одна из записей в книге отзывов. Многие картины Афанасия Николаевича, такие как «Окрайна Самона», «Песня Гоби», приобретенные в Государственной Третьяковской галерее. Конь мой скачет, и путь мой тернист. От тебя мой огонь, от тебя моя сила и власть. Я твой меч, твоя речь, твоего вдохновения честь. В этих строках Семена Данилова как бы и сформулирована творческая программа художника Осипова, верного сына своего народа, выразителя его дум и чаяния. Тема разговоров определял именно Афанасий Николаевич? Ну, поскольку он старше, конечно, я больше слышала его. И у него ко всему какому-то проблемному вопросу или сегодняшней ситуации всегда находился какое-то воспоминание, какой-то разговор по этому Сочию. Поэтому с ним всегда было интересно. Ну, иногда, может, говорила и я, но мне, например, все, что вспоминается, больше, конечно, я слушала его, пыталась вобрать себя. И я видела, что это настолько органичный человек, что вот он что в Якутске, что в Москве среди академиков, рядом с этим же Соретели, да, он чувствует себя абсолютно нормально, как в обычной жизни. И точно так же себя ведет, и точно так же всегда в центре внимания со своими разговорами, со своими рассказами. Продолжается работа над групповым портретом народных писателей Якутии. Николая Егорыча Мардинова, Владимира Михайловича Новикова, Серафима Романовича Кулачкова, Дмитрия Кононыча Сивцева. Широко известны полотна Осипова, первопроходцы. Строительство дома в Мэтахе, кстати, родном селе Художника. Труженик. Этим же словом с полным правом можно назвать и самого Афанасия Николаевича. У него вот не было вот этой замкнутости на своем этносе, на своем народе, внутри республики. Ему все было открыто. И у него друзья были повсюду. И за границей, начиная там Болгарии, Италии и так далее, Монголии. В бывших странах Сангонева везде были такие друзья, которые были рады его принять и предоставить ему условия для работы. И вот эта его коммуникабельность и открытость, и умение в творческом плане быть востребованным не только у себя, а вот за пределами. И у других художников иметь очень большой авторитет, это, конечно, мог только он, наверное. У вас вышло философское эссе, которое вынуждено творить, наверное, как гражданин мира, о великом человеке. И вот скажите, вот со временем произошла ли какая-то переоценка ценностей еще? Может быть, что-то отшлифовалось, что-то ушло, что-то добавилось? Когда он был жив, когда был рядом, когда можно было ему просто позвонить, встретиться, поговорить, спросить что-то, какие-то общие дела, это воспринималось как должное. Ну, никаким образом в голову не входило, что я общаюсь с великим человеком. А вот сейчас я понимаю, что эта судьба мне подарила действительно общение и дрожьбу с великим человеком, который воспринимал жизнь так, как мне сегодня со высоты своего возраста хотелось бы воспринимать. Но не всегда это получается. А он был выше бытовых, выше каких-то таких жизненных обстоятельств. И всегда у него главным делом в его жизни была живопись, было дело, которому он служит. Это было главное, и он все подчинял этому. Поэтому, конечно, переоценка произошла, и я думаю, что его имя, его авторитет и сегодня служит народу, его народу, нашему народу. В любом большом городе, будь то европейские, азиатские города и так далее, когда вы приезжаете в гости и так далее, всегда с большой гордостью эти народы, эти страны показывают свои музеи, прежде всего. И каждая страна, каждый народ гордится этими музеями, предоставляет самые лучшие свои дворцы. И то, что в этих дворцах хранится, содержание этих коллекций становится гордостью этого государства, этого народа. Наш музей сегодня, это наша гордость, это замечательные и великальные коллекции. Прежде всего, очень полные коллекции произведений всех поколений ягудских художников. Много художников из Советского стадия Москвы, Санкт-Петербурга и других союзных республик и так далее. И кроме того, имеет прекрасные коллекции западноевропейское искусство, которое нам оставил коллекционер, замечательный энтузиаст Михаил Федорович Габышев, мимо которого носит наш музей. Это школа, прежде всего. На этих произведениях учились многие поколения якутских художников. У нас нет других музеев, в которых мы увидели бы подлинные произведения и шедевры авторов очень известных художников, и русских, и якутских, и других городов. Мы не часто бываем сейчас, особенно в Москве, в Санкт-Петербурге, где коллекции замечательные, особенно вот учащиеся молодежь, которая хочет посвятить себя профессиональному искусству, должны досконально узнать каждое произведение, знать каждого автора, что он хотел сказать, что он хотел выразить, какие средства он использовал для того, чтобы создать это цельное и интересное художественное произведение, которое было создано десятки лет назад, а волнует сегодня нашего современного зрителя. Именно этому отнесается художник, что после даже ухода из жизни, художник оставляет после себя свой труд, всю свою жизнь, все свои помыслы, мечты и его смысл жизни. И мы видим это в их произведениях. Вы счастливый человек. Мы общались с Афанасьем Осиповым, одной из самых больших величин в культуре, в художественной культуре Якутии. Наталья Ивановна, мы благодарим вас за то, что вы нашли время прийти к нам, поделиться воспоминаниями. И я хочу вас еще отдельно поблагодарить за поддержку нашего аудиториального центра, потому что вы много лет консультируете наших экспертов в части материалов именно о литературной истории Якутии. И мы желаем вам большого творческого долголетия и всего хорошего в вашей жизни. Спасибо. Спасибо.